Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В прошлых видео я рассказал о том, как получилась доходность 404% годовых. Это вызвало очень бурные, значит, комментарии, реакцию. Поэтому я продолжил, что имелась в виду годовая доходность, но вот за такой короткий период. То есть в предыдущем видео я рассказал о том, как считать доходность. Доходность считается, как общепринято, как скорость считается у автомобиля, мгновенная скорость. Также и доходность считается текущая, то есть она считается либо процентов годовых, либо процентов за день. Но так как мы привыкли считать, скажем, большими цифрами, там 8% годовых мы знаем, что банк дает, поэтому когда мы считаем доходность на бирже, мы считаем доходность в годовых. Но это не значит, что мы весь год будем такую доходность получать. Это понятно. То есть это точечная такая мгновенная доходность. А теперь мы делаем следующий шаг. Мы решили, что доходность может быть либо за день, либо за год. Годовая. Так вот, годовая доходность, давайте смотрим. Мы сравнивали ее с доходностью. Первое, с доходностью депозита. Это первое, с чем можно сравнивать. Второе, с чем можно сравнивать доходность, доходность можно сравнивать с инфляцией. Если доходность нашего портфеля будет ниже, чем уровень инфляции, значит мы теряем деньги. Если доходность нашего портфеля выше, чем инфляция, значит мы деньги сохраняем и приумножаем. Здесь все просто. Если доходность выше, чем ставка депозита, то мы молодцы. Если доходность ниже, чем ставка депозита, то лучше уж положить в банк на депозит. Не так ли? Есть еще один критерий для сравнения, скажем, как считать инфляцию, например, очень простая вещь по курсу доллара, то есть если, скажем, пересчитать в доллары, то, соответственно, по курсу доллара теряем мы деньги или нет. То есть вот такие вещи, с которыми надо сравнивать доходность, это, ну, как бы бенчмарки называются, то есть критерии для сравнения, грубо говоря. Так вот, я предлагаю сравнивать все-таки с доходностью по депозитам. Текущая доходность по депозитам сейчас 8% годовых в среднем, и в прошлом видео я поделил 8% годовых на 365 дней, получил 0.022% в день. Вот, итак, 0.022% в день. А теперь посмотрим, делаем следующий шаг. Если мы идем на фондовый рынок, и мы хотим сделать больше, чем доходность по банку. Я говорил, что 1% в день – это очень-очень круто, это действительно очень круто, это практически в 5 раз выше, чем доходность по банку. Ну, как добиться вот 1% в день? Давайте мы сейчас прямо посмотрим. Вот, я переключаюсь на экран, и смотрите, что мы видим на экране. На экране мы видим, вот здесь вот видно бренд, это нефть марки бренд. Посмотрите, как оно меняется. Вот здесь вертикальные линии – это один день, как оно менялось в течение дня. И помните, я показывал на графике, что такое доходность. Доходность – это угол между горизонтальной линией и нашей доходностью. Вот, давайте посмотрим, какой угол может быть. Ну, например, вот, не будем, так сказать, сильно горячиться. Вот, может быть, угол вот такой, например, да? Посмотрите. А может быть, вот такой, если мы ухитрились закрыть сделку здесь, например, да? А может быть, и вот таким угол, понимаете? И у каждого из этих углов, значит, разная доходность. Давайте посчитаем, какую доходность мы бы получили, ну, скажем, без фанатизма, да? Где-то вот здесь мы купили нефть, и где-то вот здесь вот мы продали нефть. Давайте посмотрим. Все это в течение дня происходит. Давайте посмотрим. Вот здесь вот точка, мы видим, соответствует... Да, это живой график. Вот он сейчас, вы видите, тут меняется все на самом деле. Так, сейчас я покажу вам, как все это меняется. Вот она нефть. Вот видите, сейчас 61.52. Это живой абсолютно график, терминал. Кстати, в абсолютно живом терминале я провожу вот свои курсы, биржа для чайников, и там все реально. Вот, смотрите. Вы видите, что вот здесь мы могли купить нефть, например, да, в начале торгов. Ну, или вот здесь в начале торгов купить нереально, так сказать, там на открытии. Вот здесь мы могли купить нефть. Видите, что это реально. Мы могли купить и ниже. Я не буду показывать, так сказать, там, как бы самый такой вариант. Ну, и вот здесь вот, например, мы могли его продать. Как это сделать, я рассказываю на курсах. Вот, не буду сейчас останавливаться. Значит, смотрите, мы могли купить нефть по 61, вы видите, 56, а продать по... 62,17. 0,87%. 0,87%. Если бы мы купили нефть вот на все деньги, которые у нас есть, и продали бы вот здесь. 0,87%. Но это не все. Брокер дает возможность купить вот эти вот активы не только на те деньги, которые есть у нас, но и в 10 раз больше, чем есть у нас. Плечо. Ну, 8-10 раз примерно. Это оптимальное плечо, которое, ну, может быть. Дело в том, что вот чем отличается биржа от рынка Форекс, тем, что плечо здесь оптимальное. И я вам покажу отрывок в следующем видео от, ну, очень известного трейдера, который этим занимается. И вот он говорит, что он просто доказывает, что на протяжении 30 лет именно биржевая торговля именно на фьючерсном рынке давала максимальную доходность. Я хочу предупредить, что тут же вы можете получить такую же и отрицательную доходность. Если мы купили вот здесь в надежде, что нефть будет и дальше продолжать расти, а она пошла вниз, то доходность может быть отрицательной. Поэтому здесь надо быть очень-очень аккуратным. Очень надо не забывать ставить стопы, потому что мы должны с вами не только рваться за большой прибылью, вы видите, что это абсолютно возможно, большая прибыль. Но если мы вот здесь не продали нефть, а купили ее, то посмотрите, какой убыток мы получим. Но если мы поставили вот здесь вот стоп, например, да, то есть она не пошла вверх, а пошла вниз, то все нормально. Мы ограничиваем. Как это делать? Я опять же рассказываю на своем курсе «Биржа для чайников». И есть масса вспомогательных инструментов, таких как технический анализ, например. Они разработаны, они разработаны ученым. Учеными я подробно рассказываю и о них. Прямо вот целыми группами, что такое элементы технического анализа и как их использовать. И вы видите, что доходность может быть колоссальная, конечно. Но я еще раз предупреждаю, я крайне не рекомендую этим заниматься. Вот такой погоней за бешеной доходностью, потому что здесь вы видели, что точно такие же могут быть и потери. Они не менее вероятны. Здесь надо быть буквально профессионалом. Поэтому новичкам сюда, если и стоит соваться, то с крайне маленькими суммами, потому что огромная вероятность потерь. О том, опять же, как не потерять, я стараюсь рассказывать, потому что я стараюсь предостерегать от тех ошибок, которые есть. И основная цель моего курса «Биржа для чайников» не научить вас даже заработать, может быть, а научить вас как можно меньше терять. Потому что вот эта вот наука трейдинга, она очень-очень дорого может обойтись. И еще один момент. Что такое скальпинг? Скальпинг – это и есть как раз вот такие операции, которые происходят крайне часто. Видите, в течение дня мы можем вот здесь заработать, потом еще вот здесь и еще заработать, а потом вот здесь заработать еще. То есть, смотрите, вот в данном случае, вот в течение одного дня мы могли совершить три прибыльных сделки. Вот это разделка, мы закрываем ее. Раз сделка, мы закрываем ее. Раз сделка, мы закрываем ее. Таким образом, капитал мог обернуться за этот день 3 раза. И вот такие сделки частые называются скальпинг. Скальпинг – это общее такое название, общее определение для тех людей, которые занимаются вот такими частыми сделками. Да, брокер дает возможность покупать в 10 раз больше актива. Чем у вас есть на счете, на сумму больше в 10 раз, чем у вас есть. И это бесплатно. То есть кредит дается бесплатно при определенных условиях. Если вы его в течение одной сессии, значит, позицию открыли и позицию уже закрыли. Так вот, трейдинг – это очень интересная вещь. Это целое подразделение, как бы, работа на фондовом рынке. И в следующем видео я покажу, что именно этим, ну, занимаются очень-очень много людей. Очень-очень много людей. Потому что объемы там колоссальные скальперы. То есть скальпингом занимается огромное число людей, которые хотят заработать деньги. И опять же я покажу выдержку из вебинара с Ларри Вильямсом. Он известный трейдер. Он получал до… Он один или два раза выигрывал конкурс трейдеров в мире. 11 тысяч процентов годовых его рекорд. Вот. Он сейчас достаточно старый, но вполне себе изображает. Вот. Я вам, так сказать, обещаю, что покажу выдержки из вебинара, который он проводил. Весь вебинар очень длинный. Там в районе двух часов. Вот. Но это будет интересно, на самом деле, для многих. Вот. Я еще раз хочу сказать, что риски здесь огромные. Скальпингом я заниматься не рекомендую. Но если вы все-таки хотите, то вам просто необходим курс биржа для чайников. Если вы в этом еще ничего не понимаете. Приобрести его вы можете по ссылке, которую вы либо сейчас видите, либо увидите под этим видео. Ближайший курс я планирую начать в конце февраля, примерно 25 числа. Поэтому, если вы хотите, то можно начать прямо сейчас. Ну, какие здесь доходности? Ну, в районе там 1-2% в день можно запросто делать. Умножаете это на 30 дней, получаете 60% в день. Вот. 30% в день, в принципе, ну, реально более-менее. Не надо на это рассчитывать. Даже если вы получите там 5-10% в месяц, то это будет очень-очень хорошо, согласитесь. Это все абсолютно реально. Вот Ларри Вильямс получил 11 тысяч процентов за год. Я об этом все подробно рассказываю, как это сделать. Но, опять же, все-таки мои рекомендации инвестировать в консервативные вещи. Такие как облигации и акции, но надолго. А, да, еще один момент. Каждый брокер предоставляет свои услуги. И, конечно же, люди, которые занимаются скальпингом, для брокера это просто клад, это находка. Но вот здесь, когда мы делаем очень-очень частые сделки, уже очень важна комиссия брокера. И, опять же, я покажу вам выбор брокера вот в этом смысле. Очень-очень важен. Комиссии меняются, я вам скажу. То есть, то, что я показывал, это срочный рынок. И на срочном рынке комиссии меняются от 2 рублей за каждую сделку до 10 копеек за каждую сделку. В 20 раз. Это очень-очень важно при выборе брокера и при выборе тарифа. И какой-то тариф подходит для консервативной торговли, но он абсолютно не подходит для скальпинга. И наоборот. Так бывает. Поэтому очень важно выбрать брокера и выбрать правильный тариф. Об этом я тоже буду говорить в одном из следующих видео. На сегодня все. С вами был Демитков Юрий. До встречи.